Международная научно-практическая конференция «Медицина на рубеже веков» состоялась сегодня в Гродненском государственном медицинском университете. 13-й по счёту Конгресс приурочен к столетию Первой мировой войны. Врачи, учёные, фармацевты из Беларуси, Литвы, России, Польши и даже Америки собрались в Гродно, чтобы обогатить свои знания и подробно изучить, как зарождались определённые направления медицинской помощи. Сегодня у нас имеются представители иностранных государств, Соединённых Штатов, наши представители, которые изложат основные материалы, касающиеся исторических аспектов медицинской деятельности во время Первой мировой войны. В конференции принял участие более ста человек. Как отметил в своём выступлении Эдуард Вальчук, опыт прошлых лет возвращается к нам вновь. Фельдшерско-акушерские пункты XIX века в наши дни – это дневной стационар в поликлинике. Эксперимент организации прививок мы также перенимаем с времён Первой мировой войны. Мэри Кондре, историк из США, детально изучила российскую фармацевтическую промышленность того времени. Я хотела узнать, как была экономика царской России до войны, во время войны и до революции. Я историк. И я, как вы знаете, в прошлом учебники говорили, что фармацевтическая промышленность, экономика России была плоха. Это неправильно. Учёные изучили и состояние фитотерапии в России в период Первой мировой войны. Информацию собирали несколько лет. Кропотливая работа закончена. Издана книга «История фототерапии в дерматологии», которая также представлена на конференции. Хочется пожелать белорусским коллегам, чтобы они развивали это направление, чтобы они разрабатывали препараты, чтобы они внедряли в практику врачей препараты, обладающие противомикробным действием, детоксикационным, регенерирующим действием, обезболивающим действием. Потому что от этого зависит и здоровье наших граждан в мирное время. Учёные обменялись опытом, обсудили и проанализировали все доклады. По итогам Конгресса будет издан сборник, появятся публикации в периодической печати. Итоговый материал 13-й международной научно-практической конференции будет передан во врачебные вузы страны на кафедру медицины. Алла Внучко, Сергей Печерица, Новости Гродно+.